С войны в бизнес демобилизированным участникам АТО помогут открыть собственное дело. Такой проект запускает Киевский городской центр занятости. В его рамках специалисты и успешные бизнесмены поделятся с бойцами опытом и подскажут, с чего начать. Участник АТО Борис рассказывает о собственном деле они вместе с женой Анной мечтали давно. Но для того, чтобы реализовать идею мини-салона красоты, им не хватало знаний и опыта. Моя жена – отличный мастер, эстетист, косметолог, достаточно известный в Киеве. Но тот уровень, на котором она сейчас находится, себя исчерпал. У нее нет своего салона. Я хотел бы для нее этот бизнес открыть. Начать с чего-то маленького, с франчайзинга, возможно, а потом развивать дальше. Сейчас я чувствую, что нам не хватает опыта, нам не хватает элементарных каких-то движений, которые нам помогут в нашем деле. Всего на встречу пришли 20 участников АТО, а с различными аспектами открытия собственного дела их знакомили представители центра занятости, банкиры, юристы и успешные бизнесмены. Так вдохновить своим примером и дать несколько полезных советов ребятам пришла и известный ресторатор Маргарита Сичкарь. Женщина уверена, начать собственное дело никогда не поздно. Главный секрет успеха – найти свою нишу и делать то, что нравится. Если говорить о ресторанном бизнесе, не замахивайтесь на большие проекты. Сделайте маленький. Пусть у вас будут какие-то пирожки, но такие, что башню сносит. И только за вашими пирожками пойдут. Только в Киевском центре занятости на учете стоит полторы тысячи участников АТО. Специалисты рассказывают, уделяют им особое внимание, потому что после пережитого многим очень сложно вернуться к прежней жизни и старой работе. Вы знаете, что трудоустройство АТОшников – это сложное дело. Люди приходят с войны с надрывом, с раной в сердце. Это очень серьезная категория людей. Мы приглашали психологов, которые на правах волонтеров работали непосредственно с АТОшниками, с их семьями. Вы видели, один боец пришел с женой, и я это только приветствую. Они должны вернуться к реальной жизни. С помощью столичного центра занятости свое дело уже открыли 40 бойцов АТО. Все они предоставили бизнес-план и получили одноразовую выплату помощи в качестве стартового капитала. Специалисты надеются, что благодаря проекту удастся трудоустроить намного больше бойцов, вернувшихся с войны.